Особое мнение на 101FM Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И сегодня у меня в гостях ключевой спикер форума «Серебряные нити», который проходит в то время, когда мы записываем программу, а мы её пишем 7 июня, Светлана Колосова, президент консалтинговой группы «Старая площадь», кандидат психологических наук. Светлана, добрый день. Это правда. Добрый день. Добрый день. Очень интересное сочетание. Вообще, все, кто... У вас группа открытая в Фейсбуке. Все, кто хочет, может зайти и почитать. И ещё и другие регалии Светланы, и проекты, в которых она участвовала, и участвует, и собирается, только выстраивает, посмотреть. Это, конечно, очень широкий диапазон. И понятно, что сфера ваших интересов далеко за корпоративную деятельность распространяется, и за психологию тоже. И от этого становится ещё интереснее. Но мне бы хотелось, Светлана, начать всё-таки с вот этого форума корпоративных медиа «Серебряные нити», потому что, я вам признаюсь честно, форумов проходит разных много. И в нашей студии, конечно, бывает, мы стараемся приглашать всех значимых экспертов по всем таким мероприятиям, но я до сих пор для себя вот не утрясла в своём сознании, кому вообще нужен этот фестиваль «Серебряные нити», особенно в этом году, когда все вокруг просто сходят с ума вокруг него. Если раньше это было как-то немножечко так, даже где-то мне казалось, местечко, то сейчас я понимаю, что это превращается в нечто очень важное, интерес всё выше и выше. Так вот вы, когда ехали на этот форум, уж не знаю, в первый или в какой раз, вот сейчас в Киров, например, вы ехали, вы, конечно, осознавали, зачем. Так вот зачем? Корпоративные медиа – это не все интересы «Серебряных нити», и спасибо большое Наташе Муравьёвой, организатору, вдохновителю нашей подруги, большому профессионалу, которая сумела, на мой взгляд, невозможное. То есть это объединение корпоративных СМИ и обычных СМИ, это объединение корпораций, это объединение территорий и внимания, объединение профессионалов разного уровня и возраста. То есть начиная с экспертов в федералке, заканчивая студентами, которые ещё осознают вообще, что они хотят в этой жизни делать. То есть обычно всё-таки есть более чёткая градация. Это для студентов, это для экспертов, это для тех, кто хочет быть первыми, это для корпоратов, это просто для СМИ. А здесь удается найти такие интересные формы, в том числе хакатон, то есть это игровая форма, когда студенты сами делают новый проект, который тут же могут просто в жизнь воплотить, вместе с экспертами, вместе со СМИ, делая интересный проект, который является жизнеспособным и понятным для всех. Вот я вижу передо мной буквально буклет, который вы сами принесли и вручили мне перед нашим эфиром. И здесь очень грамотно составленный буклет. На первом развороте пять причин, по которым компании выбирают серебряные нити. То есть почему нужно приехать на этот фестиваль? И первыми пунктами идут статус, дальше профессиональная среда, номинация оценки стоимости. Но вот в первых буквально строках поддержка органов власти и бизнес-сообщества, широкое освещение в СМИ. О чём это вообще? Были ли представители власти на этом мероприятии? Интересно ли им, как развиваются СМИ? Вот я бы об этом поговорила. Я не знаю, действительно ли там власть приглашалась, но, на мой взгляд, сейчас взаимоотношения власти и СМИ, они на каком-то новом этапе совершенно находятся. И есть недопонимание того, как работают СМИ, куда они стремятся, и что о них знают и понимают власти. Вы знаете, мы как раз закончили сейчас одну из наших сессий тем, что мы достаточно жёстко критиковали наших коллег в рамках их корпоративного издания, что оно стерильное, оно вообще беззубое, оно вообще не отражает проблем. И наши коллеги говорили, ну как же, вот понимаете, это закрытое предприятие, и у нас руководитель хочет читать хорошее, а потом это вдруг пойдёт на стол губернатору, а вдруг ещё какие-то СМИ это поймут, и они поймут, что у нас есть проблемы. А мы говорим, слушайте, ребята, стоп-стоп, у вас какое количество сотрудников? А скажите, эти сотрудники, наверное, с кем-то общаются, а вообще город Киров, он насколько вот слишком распылён, чтобы мы друг друга не знали. Это большая иллюзия, что мы не знаем проблем. Это крайне негативно, что мы о них не умеем писать. И как раз мы, как профессионалы, выступаем за то, чтобы корпоративные СМИ первыми обозначали проблемы в конструктивном порядке и решали их. Мы сейчас говорим о том, что в фестивале участвуют в том числе корпоративные СМИ. Это, собственно говоря, разные пресс-службы, пресс-центры, которые работают на разных предприятиях. Руководители, главные редактора, телеканалов, газет, журналов корпоративных. Это есть. А есть ещё большие такие заводы, большие фабрики, у которых есть свои корпоративные СМИ, типа корпоративных журналов, газет и прочее. Их это касается в не меньшей степени, чем вот нас, например, СМИ, в чистом виде. Даже в большем. Объясню почему. Потому что если сотрудник читает вот эту розовую лакированную полуправду, он перестаёт верить руководителю. И я скажу больше. И это начинается сразу потеря денег. Он меньше старается на своём производстве. Потому что он считает, что его не уважают, что с его мнением не считаются, что ему говорят полуправду, что он должен опасаться своего будущего. И многие руководители недопонимают сейчас роли объективной реальности. Не надо наводить тень на плетень, как мы говорим. Не надо им создавать сказку. Они в неё не верят. Они взрослые ребята, которые готовы слышать правду, в ней участвовать, в этой правде, и понимать, что мы партнёры в этой жизни. Что касается роли главного человека на предприятии и информации, которую формирует, излагает, печатает, изображает его пресс-центр, например, или пресс-служба. Это касается, кстати, и властных структур тоже. Абсолютно. Насколько серьёзна его роль и значение в том, какая информация в итоге подаётся. Вот мы возвращаемся, например, сейчас к органам власти. Очень часто жалуются журналисты на то, что отсутствует коннект, отсутствует контакт с пресс-службами. Они дают свои запросы на то, что вот есть... Естественно, по проблематике же работает. Вот есть проблема, пожалуйста, прокомментируйте, не затягивайте, сделайте. Они долго думают, потом выдают, например, какой-нибудь гладкий пресс-релиз, где нет никаких ответов. И говорят о том, что ну как же мы можем это сделать, вот нам нужно соблюдать такую-то политику. И думают, что от них руководитель ждёт вот этой прикрытой правды, да, вот немножечко размазанной. Мне кажется, здесь тоже вот есть какой-то разрыв. И очень часто там пресс-служба перебарщивает с такими историями, неважно, ещё раз она там властная или она там на каком-то предприятии. Но всё-таки значение самого руководителя очень важно, потому что он в любой момент должен контролировать и призвать своих сотрудников, сказать, ребята, вот здесь неправда то, что вы написали. Она прикрыта, она не такая, она формальная, она неинтересная. Подумайте, напишите как нужно. Вот роль личности. Огромно. Вот мы сейчас будем говорить о страхах. О страхах руководителя быть смешным или непонятым, или не таким хорошим, как он считает, и о непрофессионализме пресс-службы в рамках их возможности донести любую информацию конструктивно. И я хочу сказать, что в настоящий момент люди уже понимают, что это не так. Причём и первые, и вторые, и руководители, и губернаторы тоже. Вы посмотрите, я вот читаю пресс-релизы губернаторские, это называется «Обнять и плакать». В рамках такого-то, такого-то. Во исполнение распоряжения. И потом, понимаете, одни слабые глаголы. Вот, друзья мои, вот я обращаюсь к профессионалам, перестаньте, вот делайте эту глупость. То есть вот я читаю пресс-релизы. Провел заседание, совещание, подписал, вот, заложил камень, перерезал ленточку. Вот мы читаем, думаем, вообще он что делает этот парень? Он вообще губернатор? Он, вот, ни одного сильного глагола. Всё слабые глаголы, которые не говорят о деятельности. А вот, ведь что такое сильный глагол? Сделал, создал, построил, на худой конец там уволил, там, или что-то ещё. Ребята, мы же на этой работе занимаемся тем, что мы формируем будущее. И мы лидеры этого будущего. И если губернатор отражается в слабых глаголах, то это слабый губернатор и слабая пресс-служба, и слабый руководитель предприятия. И я считаю, что сейчас должен быть изменён формат лидерства. То есть, почему у нас президент страны Путин говорит достаточно серьёзные, ведёт прямые линии, многочасовые, да, и отвечает на разные вопросы. Пресс-служба Лаврова, пожалуйста, да, Захар, пожалуйста, любые форматы. Вот, друзья мои, не надо оправдываться, что пресс-служба вам должна сделать красиво. Нет, это партнёрские отношения, где каждая из сторон должна быть сильная. Потому что люди заслуживают сильную власть и профессиональную. Ну, люди её хотят, конечно. И люди всё время об этом говорят. По опросам-то видно, что они желают сильную власть. То есть, ну, какой человек не хочет сильную? Зачем ему слабо это, собственно говоря, и нужна? Потому что созидать надо. Да. Но вот и возвращаясь к своему вопросу. Были ли на серебряных нитях представители пресс-служб правительства различных классных структур? Правительства нет. Был у нас руководитель вашей торгово-промышленной палаты. И я рада, что у вас там есть дискуссионный клуб медийный. С удовольствием приеду тоже с мастер-классами. Знаете, могу сказать, что в чём ещё есть ограничения всегда в территориях. Хотя сама-сама с территории. И родители тоже. Моя мамочка, моя кировская, сама родилась в Новосибирске. Друзья, мы всё время считаем, что вот в территории надо пользоваться территориальными ресурсами. Не надо. Берите с рынка лучшее. Что вы имеете? Приедут федералы, любые эксперты. Примут участие и проведут круглый стол. И обучение. И с удовольствием зарубятся с вашим руководителем, если вы не можете это сделать по статусу. Возьмите эксперта. Я могу сказать. Доступно, чётко ориентируясь на свою экспертизу, которая лучшая в стране по многим вопросам. Это тема, когда попробуйте привлечь на свою сторону других людей. Не пользуйтесь только тем, что у вас под рукой. Мы её разовьём с вами после короткого перерыва, потому что эта тема вызывает дискуссии до сих пор и в журналистском сообществе внутри региона. Через полминуты снова в студии. Продолжаем разговор. У нас в студии Светлана Колосова, кандидат психологических наук и президент консалтинговой группы Старая площадь. Хедлайнер форума, который вот сейчас, когда мы записываем эту программу, записываем мы 7 июня, форум «Серебряные нити» при Камье и Урал проходит на площадке нашего опорного университета, ВЯТГУ. Ну, кстати, мы заговорили о том, что если вы имеете какую-то проблему, то необязательно изобретать велосипед, необязательно под грузом взаимоотношений, каких-то проблем, того, чего не знаете, и стесняетесь признаться. Затягивать эту проблему достаточно обратиться к федеральным экспертам, которые всё это прошли, которые не связаны ни с кем, ни с чем здесь в регионе, и могут приехать и, собственно говоря, поделиться знаниями и вправить мозг. И вам, если вам это необходимо, и вашим руководителям, и вашим коллегам. Но это правильно, вот на мой взгляд, действительно. Насколько открыты сейчас стали площадки, ведь можно... Я, конечно, противник, но можно там иметь какую-то интернет-конференцию, но лучше посмотреть друг другу в глаза. Вот всегда лучше, когда приезжает эксперт. Тогда, значит, возникает ряд сразу же каких-то там причин и мифов, которые приводят наши коллеги или руководители там, да, пресс-центров, служб и так далее, которые говорят, первое, ну, мы сами разберёмся здесь на месте. Вы как психолог и как специалист во многих других отраслях, наверное, Светлана, скажете, почему некоторые проблемы невозможно решить на месте, в том числе те проблемы, о которых мы говорим, когда информация обрабатывается недолжным образом и подаётся. Вот из-за того, что есть история вот этих долгих связей, не пиши про меня плохо, например, там, это я, или там, что хочет твой руководитель, чтобы это было красиво, в результате страдает бизнес или какая-то структура. Почему? Мне кажется, когда мы говорим про какую-то проблему, то решение всегда очень просто и всегда на виду. У нас существует всего пять видов страхов. Первое – страх потерять то, что ты имеешь. Вот я тут такая классная, я там эту поляну окучивала 20 лет, стала лучше там руководителем пресс-службы или там гендиректором предприятия. А сейчас мне кто-то приедет и скажет, что я была неправа. Плюс он приедет же без понимания специфики и скажет мне что-то неприятное, сто процентов. Вот я прям чувствую, но я же знаю, что есть какие-то факапы, то есть которые надо править. И поэтому я думаю, ну да, наверное, но вот как-то не хочется. То есть это естественная история. Потом никто не хочет быть осмеен, то есть чтобы это уничижительно сказать, да, это все ерунда, то есть на самом деле все это 25 лет назад было сделать по-другому. Мы не хотим слушать неприятные вещи. И, к сожалению, благодаря этому теряем профессионализм. И вот здесь надо сделать выбор. Либо ты понимаешь, что ты экспертен, и тогда ты сомневающийся и открытый, да, и готовый к боли, и к развитию, и преодолению. Либо ты уже умер. Вот. Но на этом смертном адресе ты можешь какое-то количество лет еще поработать. Но ничего хорошего ты не сделаешь. То есть это будет увядание, это будет загнивание. Профессионализм – это всегда гонка на велосипедах в гору. Вот только остановился, покатился назад. Ужасно. Да. Это ужасно думать о том, что все время нужно лезть в гору. Нет, ну можно, конечно, делать какие-то брейки время от времени, но жизнь пойдет вперед. Это да. Но вот все-таки, да, эти страхи нам понятны. Как себя... Следующий страх, который возникает, ну не страх, а мотив, чтобы отказаться от этой идеи. Кроме того, что ты боишься признать свои ошибки, или что кто-то тебе на них укажет. Вы хотите стороннего эксперта? Они все жутко дорогие. Я могу сказать, я даже вот бесплатно приеду. Ведь мы же живем, улучшая нашу жизнь и понимая, что вот это моя страна. Моя. То есть она не щад, она моя. И мое счастье не только в деньгах. Мое счастье в том, чтобы было лучше. Вот это моя позиция. И таких людей много. И я считаю, что на самом деле молодое поколение гораздо лучше, чем нас, чем мы, чем наше мнение по поводу этих молодых ребят. Мы понимаем, что мир маленький. Мы его так загрязнили экологией, информацией, негативом, и суетой всякой, что, ребята, вот здесь у каждого должна быть позиция, вот ради чего ты вообще живешь. И чуть проще к себе, чуть легче. Ну вот на самом деле эта история про пригласить, не пригласить эксперта и где его взять, это действительно миф, потому что, если даже посмотреть на то, что происходит в Кирове, не самом прогрессивном смысле организации различных мероприятий в городе, но не самом передовом, но даже если посмотреть программу истекшего месяца, то сразу можно найти три-четыре серьезных мероприятия, куда приехало до десятка федеральных экспертов очень высокого уровня по разным направлениям. Это правда. Только не надо лениться и не думать, что есть какие-то закрытые мероприятия. Серебряные нити, о которых мы, благодаря которым встречаемся в этой студии, это ведь достаточно было открытое мероприятие. Абсолютно. И вот мы сейчас обсуждаем, и это не секрет, что, может быть, не пришли там какие-то СМИ, не пришли представители каких-то прислужб. Они все могли там побывать. Да. И побывать, и, между прочим, побывать вместе со своими руководителями даже, что, может быть, еще более важным было бы, чем просто. Просто лень. Да. И вот это третий миф. У меня так много работы, так много текучки, что мне некогда этим заниматься. 323 новости, перерезания ленточки, о которых уже здесь говорилось. Ну, вот очень много. Этим некогда заниматься. Давайте вы там где-то научитесь, потом придете мне, расскажете. Это работает? Никогда. Я вообще за энергию. Вот я считаю, что все остальное вообще от лукавого. Мы можем написать изумительную стратегию, мы можем разработать изумительный план работы, и будут все работать в этой рутине бесконечной. Но если не будет интереса, если не будет энергии, если не будет желания жить, желания вставать с постели и менять мир к лучшему, вот просто каждый день интереса к жизни. Ребята, ничего не надо делать. Просто вот закройте этот проект сразу. Возвращаемся к очень серьезным вещам, о которых мы тоже начали говорить, и о которых сейчас возражение будет со стороны, конечно, уже самих руководителей. Вы нам рассказываете про то, что мы должны быть открытыми. Вы нам рассказываете про то, что мы должны конструктивно, правильно... Да, мы должны быть все это живыми. В этом смысл. А потом, значит, придут дядьки, которые нас проверяют, и которые интернет весь проверяют по заголовкам новостей, и скажут, что у нас низкий рейтинг, и попросят нас с этой должности. Ну, подождите, мы же профессионалы. Во-первых, мы сделаем высокий рейтинг. Нам зачем? Вообще у нас все регулируется. У нас вот анархия, это не наша история. Мы когда формируем программу, идеологию и структуру, то мы делаем такие события, которые десятикратно превысят ваши ожидания. Именно поэтому я призываю не замыкаться на знаниях на уровне региона или отрасли, а собирать из мира лучшее. Зачем нам все, всегда я говорю, возьмите лучшее. То есть мы сделаем красивую статистику, но при этом мы сделаем ее живую. Знаете, вот у меня появилась личная такая история определения успеха-неуспеха. Вот я прихожу к этому мероприятию, и я не понимаю, какую эмоцию я должна, какое чувство, какую мысль я должна отсюда унести. Много всего. Вот вы сейчас сделаете опрос вот на улицу. У вас же много новостей. И вот чем заполнились вот те полгода, вот что люди в памяти оставили себе, которые вот в Кирове прошли? Мне интересно, что они назовут? Ребята, это рутина. Я не знаю. Я вот свои могу назвать. Да, вот именно. Так я хочу, чтобы каждый житель знал, что такое его интерес и как он может его реализовать. В Москве проходит каждый день 1500 мероприятий, 1500 света каждый день. А мы выбираем пиво и диван. Жил, не жил, умер, никто не заметил. Нет, и возможен такой формат жизни. Но я хочу, чтобы в какой-то момент жизни ты себе дал внутреннее добро на то, что либо так, либо так ты хочешь жить. Я за зрелость личности, за его ответственность, за свою судьбу. Так вот, как же нам, как же нам, и кто над этим должен работать, сформировать сознание какое-то или осознание того факта у руководителей прежде всего, о которых пишут, для которых пишут, что не надо прятаться за формализмами, за бюрократизмами. Не надо писать еще раз, у нас бывают пресс-релизы, где пять раз встречается слово в рамках такого-то проекта, прошел там круглый стол, в рамках которого мы обсудили, бла-бла-бла. Нон-стоп буквально сейчас это посыпалось историей. Как им объяснить, что человеческая речь гораздо более доходчива, продуктивнее работает и повышает твои рейтинги, раз уж ты об этом печешься? Вы знаете, на мой взгляд, все очень просто. Либо они поймут это и будут живыми, как нам показывают ребята, как те же самые Цукерберг. То есть как мы это делаем? Послушайте, мы зарабатываем большие деньги, мы каждый день работаем над своими профессионализмами, но мы живем ради реально высоких целей. Потому что мы хотим, чтобы этот мир был лучше. И я считаю, что если руководитель понимает, то он будет меняться, а если не понимает, то он будет скоро не руководителем. Все просто на самом деле. Вы знаете, я знаю большое количество людей, у которых есть все, но у них нет желания вставать с постели утром. То есть наша иллюзия, что деньги решают все или должность решает все, это прям настолько неправда. То есть я считаю, что мы приходим в этот мир за любовью, и для того, чтобы получить любовь, надо ее генерировать. Самим. Да. Каждый день. И просто, дорогие руководители, приходите, делайте комплименты. Вот каждый раз, каждому человеку, которого встретили, посмотрите на людей, как на людей, а не как на объект производства или предмет труда. Просто попытайтесь эту историю преломить, как будто вы юноша, как будто вы студент. И поиграйте в историю, когда и вам интересно, и другим должно быть интересно. Не только должен, но еще и хочу. Да. Вот таким призывом мы сейчас завершим первую часть нашей программы, уйдем на полутораминутный перерыв и продолжим уже предметным разговором по тем работам, которые были представлены на серебряных нити. Вам удалось ведь их посмотреть и посудить? Очень интересна география корпоративных медиа, которая была представлена. И надо сказать, что Киров здесь, в общем, отличается довольно немаленькой долей для такого региона, как мы, корпоративных медиа. Но вот что меня удивило из того, что я увидела, формат представленных корпоративных медиа на этот конкурс в большей степени 25%, одна четверть представлено корпоративными календарями. Да. Это может показаться с первого взгляда, на первый взгляд от какой-то бессмысленной совершенной истории. Не нужны эти все корпоративные календари буквально никому. Но, может быть, я не права, и вы меня опровергнете. А с другой стороны, я вижу, что представлено было всего 5 сайтов корпоративных на конкурс. И это меня удивляет, потому что, на мой взгляд, сайты и аккаунты в соцсетях это основной инструмент работы сейчас любого абсолютно предприятия. Поговорим об этом через полторы минуты. Возвращаемся в студию. В студии сегодня у микрофона работает Светлана Занько, а рядом со мной, напротив меня, ключевой спикер форума «Серебряные нити», который проходил на прошлой неделе, вот мы пишем программу 7 июня, поэтому я уже и говорю, что на прошлой неделе, проходил на базе ВИАТГУ нашего опорного вуза. Светлана Колосова, президент консалтинговой группы «Старая площадь», кандидат психологических наук, и мы решили пройтись по работам, которые были представлены на этот конкурс. Напоминаю, что это конкурс корпоративных медиа, и мы попытались в первой части поговорить о том, что конкурс корпоративных медиа это не конкурс какой-то закрытый и не конкурс, где одни хвастаются перед другими календарями, сайтами и прочее. Нет. Корпоративные медиа это та вещь, которую должны использовать и сотрудники, и руководители для внутренних и внешних коммуникаций. Это самое важное. Потом все учатся, когда мы участвуем в конкурсе, мы видим наших противников, и мы должны анализировать, почему кто-то победил, а почему мы не победили, а вообще, куда развивается рынок. Это история, когда ты на острие самых важных трендов находишься, и тебе интересно, что будет завтра. Все-таки текст или технология побеждает? Я за коллаборацию контента и упаковки. Да. Я считаю, что текст крайне важен, смысл крайне важен. И вот ситуация календарей, всегда много календарей, и всегда удивительный конкурс именно в рамках этой позиции, потому что, вот, знаешь, на одной картинке или на нескольких представь себе выразить всю идею твоего предприятия. А если это оборонка, то у тебя там еще море закрытых каких-то данных. То есть, но это то, что каждый сотрудник возьмет домой. Сатисфекшн точно не пройдет в этом календаре. При этом, знаете, есть же сейчас такие прям революционные вещи, когда мы хотим там обнаженную натуру на фоне танка. То есть, это все должно быть так помпезно, интересно. То есть, нам кажется, что это не очень серьезный носитель идеологии. Но при этом, потому как их много, я считаю, серьезные. Вот люди сами отрегулируют надо-не надо. Вот честно могу сказать. Если им это интересно, если они в это так вкладываются, точно надо. Вот я даже не обсуждаю, я вижу, как работает рынок. И я принимаю эту позицию. Календари нужны? Календари нужны. Ладно. Ну, потому что к нам, конечно, приносят под Новый год массу календарей. Все наши партнеры, спикеры и так далее. И ты складываешь стопочкой, самые лучшие, понравившиеся, вкусные, каждый вывешивает над своим столом, а остальные просто стопкой так и лежат. И складывается иногда ощущение, что это почему-то делают по остаточному принципу, для галочки просто. Потому что не видят каких-то других ресурсов и других форм для того, чтобы излагать свои мысли. А почему такой низкий процент сайтов был представлен на конкурсе? Всего 5% из работ, которые были представлены, это сайты. Я думаю, что представлены были сайты, ну, я знаю, которые прошли ребрендинг, то есть, которые прошли изменения, и им есть чем гордиться. Сейчас большое количество сайтов и порталов нуждается в разработке и доработке, с включением туда уже интерактивности больше и с включением иммерсивных технологий, как мы говорим. То есть, когда туда добавляется уже и музей предприятия, по которому ты можешь походить, как в виртуальной реальности, и обучающими программами онлайн. Это тема, когда в рынке настало абсолютно четкое понимание, что сайт надо менять принципиально, кардинально, и это дорого. Да. Вот. И я думаю, что мы в ближайшее время увидим совершенно другой подход к сайтам. Это будут порталы, это будет большое количество интерактивности, это будет большое количество обратной связи, обучения и разного варианта медийной активности. Вот. Свои будут там комьюнити для общения с разными целевыми аудиториями и так далее, и так далее. То есть, это будет со своей программой CRM, да, когда ты, написав ответ, получаешь сразу же там любые приглашения, и так далее. Я всегда привожу пример удивительной работы Министерства обороны США. Вот такие хитрецы, манипуляторы невозможные. Вот. Они призывают всех, вообще любых людей, писать к ним. Вот любых. Вот. Просто на любые вопросы. И вот, представьте себе, ребенок, там, 6-7 лет написал, знаете, танки коллекционирует. Он говорит, молодец, и больше внимания они его не отпустят. Они моментально присылают новые виды танков, а тут выставка, а вот тут новость, а вот тут новый конструктор пришел, а вот тут мы тебе советуем пообщаться с таким, как бы, человеком, который тоже коллекционирует, это знает, вот эту модель 5-10. Человека, и это все под эгидой пропаганды армии США. Вот и все. Они больше его не выпустят, этого ребенка. А вот, хорошо это или плохо, это позиция, это идеология, это патриотизм. Они так работают. Нам до этого очень далеко. Я считаю, что, может быть, не так массивно, не так агрессивно, но то, что мы не умеем работать с людьми в интерактивном режиме, факт. И это не здорово, потому что мы должны любить и уважать и себя, и нашего партнера, и работать очень деликатно с людьми, которые проявляют нам интерес. Да, но мы не будем, конечно, давать рекомендации правительству прямо здесь, из этой студии, но, может быть, один парад сократить и создать хороший ресурс в Министерстве на обороны. Вот такой ресурс, который будет приятен. Мне даже сейчас захотелось написать письмо, честное слово. Интересно, что мне напишут. Конечно, это, правда, очень интересно. Работа в соцсетях. Эта часть, насколько значимой становится? Гениально, много, важно, интересно и так далее. То есть, причем не только в соцсетях, мы имеем достаточно много работы и в телеграм-каналах, и подкастах, и в Яндекс.Дзен, и в разных-разных активностях. То есть, причем, каждая из соцсетей обладает особой уникальностью. Здесь надо очень четко понимать, что то, что вы напечатали газету и сделали точную копию и выложили на сайт, это плохо. Это никуда не годится. не только корпоративные СМИ это делают, просто СМИ это делают. Куда не годится. Для которых это основная работа и заработок. Просто как в архив сливают на сайт. Ну, типа, я что-то поделала же, что, ко мне какие претензии. К пуговицам претензий есть? Нет. Но костюм не будет носиться. Да. И это прямо требует отдельных профессионалов. Сто процентов. Отдельные люди, отдельные профессионалы. Такой огромный спектр возможностей открывают сейчас соцсети, чтобы им грамотно пользоваться. Необходимы, правда, специалисты. И здесь, конечно, говорят, что у нас не хватает рук. Все говорят, что не хватает рук. Но мы-то понимаем, что... Я вот понимаю, что еще несколько лет назад журналисты отказывались покупать смартфоны, извините. Говорят, что нам не до них. Вот дайте мне диктофон и я пошла там. За какие фотографии отдельный фотоаппарат? Прошло 3, 4, 5 лет. В столицах это раньше, естественно. Вы не можете себе представить ни одного журналиста, сотрудника пресс-службы или кого-то без качества на смартфон. За хорошим разрешением. Да, основной инструмент работы. Совершенно верно. Но вот у вас тут числится еще среди работ корпоративное ТВ. Это вообще удивительная история. Неужели существует? Много. Да вы что? Много. Да. У кого? Во-первых, у всех крупных корпоратов, у всех крупных промышленных предприятий. Скажу больше, ну, у всех металлургов. Точно, абсолютно. А вот. Холдинги, да? Холдинги. Холдинги, да, да. Причем это и внешняя, и внутренняя история. Я же не говорю про Газпром. Вот. Газпром нефти, когда их, ну, у них есть своя медиа-структура огромная. Я хочу сказать, что это здорово, потому что, когда мы говорим про корпоративное медиа, мы говорим про огромное количество обучающих программ. Вот мы работаем плотно с Аэрофлотом, в Аэрофлоте снимаются более 300 фильмов, обучающих в год. То есть, сейчас мы даже обучение перестали активно использовать как бумажный носитель. То есть, основы макияжа, пожалуйста, основы, там, одежды, все фильмы доступно, просто, четко, визуально понятно. Уровень включенности обучаемости увеличивается в разы. Поэтому, почему это не сделать, если это приносит пользу, если это экономит бюджет, если для людей это комфортнее. Я считаю, это прекрасно. Это очень хорошо прослеживается на наших детях. Они все сидят на Ютубе и просматривают, и оттуда потребляют знание о жизни. Абсолютно. Вот ролики, это то, короткие ролики, понятные, визуализированные, это то, что им нужно. Я считаю, мы находимся в удивительном фрагменте в общественном сознании, когда роль взрослых по передаче информации детям сводится к минимуму. То есть, ребенку гораздо легче получить самостоятельно знание. Это правда. И это такая проблема принятия для взрослого, принятия понимания нахождения птика. И когда я вам говорю про уважение и партнерство, я говорю это не зря. Потому что в случае, если взрослый не является для него статусным и уважаемым человеком, то ему легче уйти в виртуальную реальность, потому что там ему понятнее. И поэтому мы должны учиться всю жизнь и бежать в эту гору всю жизнь. И быть интересными. Кем бы мы ни являлись. Абсолютно точно. Спасибо большое. Светлана Колосова была у нас сегодня в гостях. Светлана хедлайнер серебряных нитей форума корпоративных медиа, который проходил в Кирове на базе опорного вуза на прошлой неделе. Мы записываемся 7 июня. Я вас благодарю. И я надеюсь, что мы еще увидимся. Тем более, что вы сказали, что вы готовы приехать снова. И я уверена, мне просто уже успело поговорить с кучей людей, которые в восторге были от ваших сессий, что мы еще встретимся. и разберем подробно разные всякие вопросы, которые касаются коммуникации. Я думаю, что это будет полезно, конечно, нашим слушателям. Спасибо. Всего для вас. Успехов. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok